Сегодня я хочу провести эксперимент с подтягиваниями. Я подтянусь с идеальной техникой, один подход. Затем один подход подтянусь с рабочей техникой. И мы сравним, какая система позволяет быстрее прогрессировать подтягивания. Подкачайся с Юрой, жир убери, следи за фигурой. Мысли подкачай, подкачайся с Юрой. Тело займись архитектурой, всех восхитишь ты мускулатурой. В зал запишись, а не будь шкурой, пора заняться уже физкультурой. Подкачайся с Юрой, с Юрой подкачайся. Спортом займись, да, с Юрой вылепишь тело. С культурой жир убери, не будь дурой. Итак, не сложно будет проанализировать результаты этой тренировки и предыдущей тренировки. Посмотрите, в первом подходе, когда я держал ноги прямыми постоянно, то есть максимально делал неудобным для себя упражнение, я не спрогрессировал. Но зато во всех остальных подходах, по сравнению с прошлой тренировкой, когда я работал в удобной для себя технике, я очень эффективно прибавил общее количество повторений за тренировку. То есть я даже не оставляя теперь доли сомнений, у меня не остается, что заниматься нужно в удобной для себя технике и растить результат будет лучше. Именно таким способом. А выступать на соревнованиях нужно уже в соревновательной технике. Мы видим, что в первом подходе я потянулся с трудом 13 раз, из которых 12 были с показательной, я бы сказал, показушной техникой, но которая тормозит прогресс. Второй подход я потянулся уже 14 раз, то есть столько, сколько на прошлой тренировке в первом подходе с такой техникой. Если бы я сохранил рабочую технику, то в первом подходе бы уже было больше повторений, там 16 повторений. Моя задача сейчас не показушничать с техникой, моя задача дойти до 30 повторений. И как и говорил Виталий Фищук, как и я всегда говорил, этот эксперимент показал, что работая с идеальной техникой по какому-то идеальному стандарту, вы будете тормозить свой прогресс. Повторений будет у вас получаться меньше и результат в количестве повторений будет расти медленнее. Поэтому нарабатывайте количество подтягиваний с обычной рабочей техникой, конечно, без кипинга, без бутерфляя, без рывков ногами, но не зацикливайтесь на том, чтобы там держать ноги ровно, держать спину прямо. Это только замедляет прогресс в количестве подтягиваний. А когда вы уже дойдете там до 30 раз, то поверьте, вы 20 раз идеальной техникой сделаете, чего раньше бы вы не достигли, если бы вы в такой технике тренировали. Спасибо, друзья. Берите на заметку. Тебе нужен тренер с огромным размером стажа, и тебе он подробно расскажет, как тебе поднимать штанги и гантели, из дрыща превратиться в модели. Ты отлично знаешь эту злую весть, ты отлично знаешь, что надо сбросить вес, а для этого нам надо записаться в зал. Ты же знаешь это, знаешь, что я сказал?